Всем привет! С вами Катя. Я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хочу показать вам небольшие покупки, которые я сделала в магазине FixPrice и в других канцелярских магазинах. Думаю, начну я с блокнотиков. У меня в FixPrice был приобретен вот такой вот блокнотик. Их там было несколько на вид. Картинки разные были, цвета. Мне понравился вот такой розовый с единорожком. Когда я увидела такой блокнотик, я просто не могла его не купить, потому что он очень расслабляет. Мне нравится его вот так вот сжимакать. Такое странное слово, но все-таки. И что меня еще подкупило? У него чистые листы. Это одна из причин, по которым я могу купить блокнот. Следующие блокнотики, они из одной серии, я так думаю. Многие их уже видели в FixPrice. Это Yoshi Cactus и мы такие разные. Этих блокнотиков, видов этих блокнотиков в магазине было больше. Их там много. Но чтобы их все приобрести, нужно, наверное, купить отдельный шкаф для всех этих блокнотов. И я выбрала из всех два вот таких вот, которые мне больше других понравились. У них безумно классные иллюстрации. Очень интересно их разглядывать. Они яркие, сочные, веселые. Просто смотреть, перелистывать этот блокнот, эти блокноты уже одно удовольствие. И я уже не говорю о том, что придумать что-то для этих блокнотов, что-то в них записывать, что-то вести и так далее. Я, конечно, еще не придумала, что я буду с ними делать. Их можно подарить, потому что как подарок они тоже очень подошли бы человеку, которому также нравятся блокноты. Они очень яркие, очень красивые. И вот я рада такому приобретению. Нисколько не жалею, потому что эти блокноты мне очень-очень понравились. Еще одно приобретение среди блокнотов был вот такой вот фламинго блокнот. Оформлен он очень красиво. Я его взяла только потому, что мне нравятся птицы фламинго. И также мне понравились оттенки, в которых выполнен этот блокнот. И также мне понравились листы, оформленные в таком же стиле. Тут и фламинго, и какие-то экзотические цветы, листья и так далее. Тоже он в линеечку, очень красивый. Пока еще не знаю, под что можно использовать, но просто, будучи в моей коллекции, он прекрасен. Итак, последний из блокнотиков, которые были куплены мной, это вот такой блокнот в фикс-прайсе. Думаю, многие их уже видели. Там было много разных цветов. Яркие такие же, пушистые. И также рисунки были совершенно разные. Естественно, мне сразу захотелось взять все, все, что там имелось. Но я себя сдержала. И выбрала себе один, естественно, с кошечкой. Он еще и в розовом цвете, так что это вдвойне классно. Но плюс еще отметила для себя, что он с белыми чистыми листами. Это, как я повторюсь, это для меня плюс в блокнотах. Следующей покупкой у меня были наборы бумаги для скраббукинга. Я так понимаю, что в фикс-прайсе был привоз новых принтов этой бумаги, потому что в прошлом видео я уже показывала такие наборчики. Там были другие рисунки. И, как я говорила, мне очень понравилось качество этой бумаги. Довольно неплохое. Их можно использовать для декорирования открыток, фотографий, альбомов и различных поделок из бумаги. А здесь у меня вот такой вот детский принт. Очень яркий, милый. Повторюсь, качеством я довольна. Очень яркие, хорошие листы. Также вот такой винтажный какой-то стиль. Вот такой зелено-красный. И какие-то вот такие геометрические фигуры. Можно придумать из этой бумаги очень много всего интересного. Следующей покупкой были художественные фломастеры из фикс-прайса с наконечником в форме кисти. Я подумала, что это фломастеры, знаете, такие как маркеры, у которых кончик, как кисточка, гнется. Но я немножко прогадала. Это обыкновенные фломастеры с не гнущимся кончиком. Но тоже очень даже неплохие. Ими можно раскрашивать. У них тоненький наконечник. Он не гнется. Но он действительно похож на кисточку. И их я уже использовала в раскраске. Попробовала ими раскрашивать. Мне понравилось. Вполне хорошее качество. Яркие, хорошо пишут. И даже, я вам скажу, как мне показалось, меньше полосят, чем многие другие фломастеры из фикс-прайса. Но, конечно, тоже не без этого. Следующий фломастер из фикс-прайса. Тоже 55 рублей. Набор цветных фломастеров. Это уже простой набор. Без всяких там кончиков в форме кисточек. Здесь обыкновенный кончик. Ни толстый, ни тонкий. Они такие небольшие по размеру. Легонькие. И, кстати, внешне немножко похожи на линеры стабила. Если у кого-то есть, я думаю, вы поймете, о чем я. Но, конечно, это не такие линеры. Но я ими уже тоже попопывала, пораскрашивала, порисовала. Мне понравилось, как они раскрашивают. Тоже хорошо ложатся на бумагу. Ну, конечно, тоже немного полосят. Яркие цвета. Вполне сносное качество для такой цены. И тоже неплохое приобретение, неплохое дополнение к моим художественным материалам для раскрашивания. Буду их использовать. Следующий набор фломастеров купила я не в фикс-прайсе, в другом канцелярском магазине. Это Кориоко неоновые фломастеры. Мне захотелось купить, попробовать что-то необычное. Какие-то необычные фломастеры, но из необычных были только такие. И, знаете, они не произвели на меня какого-то там вау-впечатления. Просто потому, что я нашла их схожими с простыми текстовыделителями. Те тоже неоновые, знаете, цвета у них. И тут просто больше цветов, так скажем. Ну, а рисуют ярко, хорошо. Я их использовала уже в раскраске с водной тематикой. Можно ими, их можно добавлять в атмосферу, не знаю, там, коралловых рифов и так далее. Ну, а так, ничего особенного я в них не увидела. Фломастеры как фломастеры. Следующая покупка из фикс-прайса, это были восковые мелки. Издательство Луч Классика Цвета. Купила я их для некоторого эксперимента, который, я надеюсь, у меня получится. Видела я его у одной девушки. И, если у меня что-то получится, обязательно вам это покажу. Расскажу, что да как. Ну, а пока просто вот купила такие небольшие. Поэтому, ну, больше, я думаю, не буду покупать никакие восковые мелки. Просто решила попробовать. Они вот такие вот небольшие. И держать их удобно. Рисуют, кстати, хорошо. Буду экспериментировать. Посмотрим, что получится. Следующая покупка. Также фикс-прайс. 99 рублей. Вот такой вот набор в железном пенальчике. Набор цветных карандашей с точилкой. Что я могу сказать? Меня очень удивили эти карандаши. Я была действительно удивлена. Потому что имею в виду качество рисования, качество этих карандашей за 100 рублей. И я купила даже два набора. Потому что они действительно хорошо рисуют. Это, конечно, не супер профессиональные карандаши. И на них надо немного надавить, чтобы выдавить какой-то цвет. Но все-таки для... Я считаю, что для фикс-прайсовских карандашей они вполне очень даже неплохие. Их могут использовать начинающие люди в своих раскрасках. И, честно сказать, я сама хочу их использовать в каких-то раскрасках как дополнение к другим моим материалам. И считаю их вполне хорошими карандашами. Ну вот, например, хочу вам показать вот эту вот часть неба. Я испробовала здесь карандаши Prismacolor. Я думаю, многие слышали, знают о них. Это очень хорошие карандаши. Очень яркие вот эта часть. А вот эта вот часть неба я делала с помощью фикс-прайсовских карандашей, которые я только что вам показала. Ну, конечно, отличия есть. Но я могу сказать, что фикс-прайс карандаши также неплохо справились. Единственное, что с наложением были... Я приложила немного больше усилий, чем у Prismacolor. Но я вполне была удивлена. Итак, дальше вдогонку к карандашам я купила набор фигурных точилок. Мне нужна была точилка. И я решила попробовать точилки из фикс-прайса. Но, если честно, они мне не очень понравились. Они не очень удобны в использовании. Во-первых, у них стружка застревает, не вылазит. Все это мешает. И чисто по качеству лезвия также как-то мне не очень понравилось, как они точат. В общем, я думаю, кому-нибудь эти точилки отдам. Они мне не очень понравились. И начала искать я другую точилку, чтобы, наконец, найти ту, которая мне понравится. И посмотрите, какую прелесть я отыскала. Это такой точилка-неваляшка, я так понимаю. Такой вот мешутка. И мне очень понравилась эта точилка. Она действительно хорошо точит. Я надеюсь, что хватит ее надолго и лезвие быстро не затупится. Но эта точилка действительно очень легко и быстро точит карандаши. Мне действительно понравилось. Если где-то у вас в магазинах найдутся такие, то купите, не пожалеете. Я надеюсь, не мне одной так повезло. И мне попалась действительно хорошая точилка. Не помню, кстати, фирму. Коробочку уже выкинула. Но я думаю, их трудно не заметить. И последняя покупка на сегодня именно из фикс прайса. Это набор кистей для рисования. Я не думаю, что этот набор стоит 55 рублей. Потому что этому набору я бы, я не знаю, грош цена. Купила чисто ради экспериментов, ради пробы чего-то нового. Вот тут какие-то необычные такие кисточки синтетические. Я не знаю, что это за материал. Синтетика, наверное. Думаю, должны получиться какие-нибудь интересные эффекты. Ну, вот эти вот кисточки, они обыкновенные, простые, очень дешевые. Эти кисточки, кстати, я помню из своего детства. Если у вас в детстве были такие кисточки, поставьте лайк этому видео. И вот такой вот поролон. Что это? Губка. Тоже можно какие-нибудь интересные эффекты придумать, сделать. В общем, просто ради пробы взяла. Вдруг чего получится. Итак, дальше перейдем мы к наборам краски. Это акрил. У меня тут... Также решила попробовать что-то необычное. Тут у меня флоресцентные краски акриловые. А здесь краски металлик. Думаю, многие видели такие наборчики. Вот туда же ценник есть. Этот стоил 100 рублей. Этот 247. Обыкновенные, как знаете, как детская гуашь, выглядят. Вот такие вот металлик цвет. Шесть цветов. И также флоресцентные. Очень яркие. Интересно, как они будут смотреться на бумаге. Ну, я думаю, вы это видите. Такие. И последнее мое самое необычное приобретение. Это вот такие вот акриловые краски. Также в виде спреев. И скажу вам, они довольно неплохие. Вот этот фон, который вы сейчас видите. Это сделан с помощью этих спреев. То есть розового и синего. Можно создавать довольно неплохие эффекты. Также и в раскрасках, на фоне. Но единственное, что те места, которые вы не хотите обрызгать этими спреями, лучше всего, конечно, закрывать. И придется много закрывать, потому что распыление у них довольно-таки большое. Ну, это были все мои покупки на сегодняшний день. Последнее, что я сделала в фикс-прайсе и других магазинах. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, то поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Здесь вас ждут еще более интересные видео. И переходите в мои инстаграмы, в мою группу ВКонтакте. Я вас буду там очень ждать. Спасибо вам за просмотр. Вдохновения вам и хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok